В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Оперативно устранили последствия аварии в котельной в поселке Дрожжино. Сейчас где-то в течение часа запустим систему, начнем ее наполнять теплоносителем. Три молодых семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Мы очень благодарны, что есть такие программы, которые помогают. На трассе Казачий дозор прошло открытое первенство Ленинского округа по мотокроссу. Сегодня традиционно мы проводим эту гонку вне зависимости уже от погоды. Субботним утром 13 января в поселке Дрожжино из-за скачка напряжения остановилась котельная. В момент перезапуска на теплотрассе случился прорыв и отопление 13 многоквартирных домов и нескольких социальных объектов было временно прекращено. Благодаря слаженной командной работе удалось оперативно устранить последствия аварии и избежать серьезных проблем. В поселок Новодржино на место аварии на теплотрассе оперативно прибыли городские ремонтные службы, сотрудники администрации, МЧС и представители управляющих компаний. Руководил ходом работ лично временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катеров. Помимо устранения последствий аварии, главной задачей было не допустить снижение температуры в жилых домах. Сейчас коллеги на заднем фоне, вы видите, откачивают тепловую камеру, на которой мы будем производить ремонтные работы. Это трехсотая труба. Сейчас проведем работу и в течение шести часов устраним полностью прорыв. Ремонтная бригада трудилась в 20-ти градусный мороз, что осложняло процесс. Совместными усилиями происходила координация между представителями различных служб и ведомств. Вместе с рабочими находимся здесь и обеспечиваем горячим питанием. Волонтеров привлекли также для того, чтобы оказать содействие и помощь тем жителям, которые оказались в такой сложной ситуации. Здесь Ленинский городской оборудов сегодня в оперативном режиме работает. В местной библиотеке был развернут волонтерский штаб. Старшие по домам собирали информацию, кому из жильцов необходима помощь. Особое внимание уделялось пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Воду подвезут к дому номер один. Второй момент. Из вашего дома, где вы обходили, поступило обращение по поводу одеяла. Волонтеры ходили по квартирам и разносили обогреватели, пледы и питьевую воду. В подъездах были установлены тепловые пушки. Пока шли ремонтные работы, общими усилиями удалось удержать температуру внутри квартир около 19-20 градусов. Мы сейчас где-то в течение часа запустим систему. Начнем ее наполнять теплым теплоносителем. Но пока временно расставили пушки, чтобы подъезды не остыли. К вечеру сварочные работы были завершены и началась постепенная подача теплой воды в дома. Станислав Каторов обошел квартиры, чтобы узнать, все ли в порядке у жителей и не только для этого. Сегодня же Старый Новый год, а мы тут тем более по квартирам ходим, но с пустыми руками как-то некрасиво. Поэтому с наступающим вас Старым Новым годом. Спасибо. До свидания. В рамках реализации государственной программы три молодых семьи из Ленинского округа получили свидетельство на социальную выплату, позволяющую улучшить жилищные условия. Подробнее об этом мире поддержки в сюжете Натальи Буслаевой. Свидетельство на социальную выплату молодым семьям в торжественной обстановке вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов. Мне сегодня очень приятно здесь присутствовать, иметь возможность вручить сертификаты на улучшение жилищных условий, либо покупку квартиры, либо строительство загородного дома. Я думаю, что это будет таким весомым вкладом и от правительства Московской области, и от Ленинского городского округа. Счастливая обладательница субсидии Надежда Махова живет в однокомнатной квартире с двумя детьми. Социальная выплата позволит ей приобрести новое комфортное жилье большей площади. Пришла в администрацию и спросила, как подавать документы, что делать. По-моему, мне это занял около года процесс. Собирание бумаг, мне нужно было заказывать архивные справки со своего региона, справки о составе семьи. И в итоге вот получилось. Еще одна участница госпрограммы Екатерина Кириченко несколько лет назад переехала в Ленинский городской округ из Волгограда. Работает стоматологом в амбулатории поселка совхоза имени Ленина. Сейчас в декрете с двумя маленькими детьми снимает квартиру. Екатерина уверена, что финансовая поддержка, несомненно, решит ее жилищный вопрос. У меня двое маленьких деток, жилья своего нет. Сейчас время сложное, и поэтому очень благодарна, что есть такие программы, которые помогают в реализации. Чтобы стать участником программы жилища, необходимо соответствовать некоторым критериям. Семья должна проживать в Подмосковье, а возраст супругов не должен превышать 35 лет. Я приобрела изначально студию маленькую, на студии 17 квадратов. И я узнала об условиях программы, что возможно улучшить свои жилищные условия, если ты не проходишь по норме, по квадратуре. И, собственно, так начался мой путь по сбору документов для участия в программе жилища. Более подробно ознакомиться с другими условиями выплаты можно на портале госуслуг. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежегодно число детей и школьников, познающих истоки самого светлого и волшебного праздника, растет. В том числе благодаря возможности приобщиться к традициям на конкурсе «Рождество Христово». Как юными дворцами создавались всеми знакомые сюжеты, узнала Инга Инчук. Миниатюра нового ковчега в технике декоративно-прикладного искусства. Образ пещеры Рождества в московой живописи. Богородица с младенцем на руках в технике валяния шерстью. Эти и другие работы расположились в фойе кинотеатра «Искра», где подвели итоги конкурса «Рождество Христово-2024». Но основная цель фестиваля – не столько определить победителей, сколько духовно развить подрастающее поколение. Это патриотическое воспитание детей, духовно-нравственное воспитание детей. Участвуют школьники видновских образовательных учреждений. В этом году у нас более 500 участников. Некоторые участники получили призы еще до награждения. В том числе и Дарья Санникова с дочерью Ксении, которая участвует в конкурсе не первый год. В этот раз Ксюша впервые представила на конкурс художественную работу и получила диплом третьей степени. Как оказывается, у нас есть талант, наверное. Будем теперь его развивать. Будем заниматься уже именно рисованием, как бы художественную вот в эту направленность. То есть пойдем. Уже третий год дочь Дарьи посещает воскресную школу «Светоч», от которой она и приняла участие в конкурсе «Рождество Христово». Родители не всегда могут найти, как ответить на определенные вопросы, которые ребенок задает на такую тему, как вообще Бог, религия, в принципе. И поэтому мы туда с шести лет, с пяти с половиной ходим в воскресную школу. Конкурс проводился в 23-й раз. Ежегодно он собирает сотни участников. Его организацией занимается управление образования совместно с Винновским благочинием. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков оказывает всестороннюю поддержку и надеется, что участников с каждым годом будет становиться все больше. Очень радует, что в таком большом муниципалитете такое огромное количество жителей принимает участие в подобном мероприятии. Причем это ежегодно. И здесь уже есть люди, которые и по пять лет подряд принимают участие, кто-то и больше. А мы всесторонне оказываем поддержку и медийную, ну и, соответственно, с размещением на нашей площадке. В Большом зале после награждения участников ждал спектакль, созданный театральной студией Центра детского творчества «Импульс» на основе библейских сюжетов. Все 629 работ, представленных на конкурсе, были оценены по достоинству. Никто не остался без внимания. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Представители местного отделения, молодежной, общероссийской государственной организации «Движение первых» поздравили сотрудников телеканала «Видное ТВ» с новогодними праздниками. Ребята подготовили музыкальный номер с участием аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Мероприятие прошло в рамках акции «Российский детский Дед Мороз», цель которого – поздравить тех, кто работал в новогодние праздники, а именно пожарных, врачей, полицейских, журналистов и всех, у кого график дежурств не зависит от выходных. Потому что это очень важно – их отблагодарить, сказать им спасибо за их труд и старания, потому что они делают нашу жизнь лучше. Конкретно сотрудники нашего округа делают жизнь жителей нашего Ленинского округа лучше. Активисты поблагодарили наш коллектив за труд, а также вручили памятные открытки. От лица телеканала «Видное ТВ» выражаем благодарность за такое внимание. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошло открытое первенство Ленинского округа, которое носит традиционное название «Рождественский мотокросс-2024». Заезды должны были состояться еще 7 января, но из-за очень низких температур их было решено перенести. Максим Козлов пообщался с участниками и организаторами гонок. На зимних гонках и для людей, и для техники присутствует еще одно дополнительное испытание – низкие температуры. Так как в заездах принимает участие большое количество подростков, 7 января «Рождественский мотокросс» организаторы приняли решение не проводить. Но ровно через неделю все, кто не побоялся мороза, вышли на старт. Сегодня все равно минус 20, и это не стало помехой для наших мотогонов. Сегодня у нас много классов присутствует, порядка 80 участников, в том числе и наши соседи. И сегодня традиционно мы проводим эту гонку вне зависимости уже от погоды. Помимо спортсменов, представляющих городские округа Московской области, на трассе показали свое умение мотогонщики из Санкт-Петербурга, Ярославля, Магадана и Республики Карелия. Трасса «Казачий дозор» и соревнования, проводимые здесь, неизменно пользуются популярностью в мотосообществе. Трасса рабочая, прыжковая, скоростная относительно. Очень сложные есть элементы, поэтому... Ну а уровень гонщиков показывает результаты, поэтому... Ну, сейчас немножечко испугались погоды, но самые сильные и стойкие приехали в любом случае. Жители Ленинского городского округа тоже могли поболеть за своих земляков. Практически во всех зачетах выступали спортсмены команды «Авантиз Горки Юность». Несмотря на юный возраст многих из них, ребята активно выступают, в том числе и во всероссийских соревнованиях. Занял четвертое место в классе 50 кубических сантиметров на «России». Ну а так, ну сейчас вот планирую в этом году поехать на «Суперкросс» по «России», там уже посмотрим. Не подвели ребята земляков и на «Рождественском мотокроссе». Несмотря на жесткую конкуренцию, спортсмены клуба «Авантиз Горки Юность» завоевали одно второе место в классе «Мастер-1» и три первых в зачетах «Любители», «Питбайк» и 85 квадратных сантиметров. Ну если проигрывать старт, то тяжеловато. Но если выигрывать, ну я как я в втором заезде выиграл старт, то уже пошло как по накатанной, я раскатился и поехал хорошо. Всего в этот день мы увидели выступления спортсменов в 11 различных зачетах. Очередные соревнования на трассе «Казачий дозор» пройдут уже в следующие выходные. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова